В январе самой важной новостью станет развязка в отношениях между Россией и НАТО, а также между Россией и США. Мы все станем свидетелями, как Россия ослабнет, как и сейчас она начала постепенно отступать. В начале ультиматум, мультфильмы со сверхзвуковыми ракетами и так далее. Все эти блефы закончатся, а вместе с ними и деньги. Зимой станет легче. Зависимость от газа пройдет. Америка дала этому решение. По части Европы также дадут. И я с уверенностью говорю, что путинская Россия окажется на грани распада. И сильные мира сего будут решать, какой будет судьба России. Будет на этот момент у Армении суверенная политическая воля, которая в практической плоскости сейчас накоплена в Национальном демократическом полюсе. А согласно абстрактным разговорам, есть очень много разных носителей суверенитета. Один считает себя диссидентом, другой уже сто лет как является патриотом, еще другой пока не определился. Он сторонник Пашиняна или суверенитета. Такого рода вещей очень много. И если наш народ объединится вокруг идей полюса, если мы станем политически влиятельной единицей, Запад в это время в лице НДП найдет серьезную политическую силу, сотрудничая с которой он будет считаться при расчерчивании архитектуры в этом регионе в послепутинский период. Надеюсь, что сознание нашего народа будет просыпаться параллельно с развитием событий. То есть Путин развалит Россию. Армянскому народу кажется теорией то, что я говорю. Он задается вопросами, как эта Россия развалится, как эта Арцах останется, а Россия не спасет и так далее. Сразу для всех станет ясно. Как только всем станет ясно, они скажут. Но об этом те ребята говорили. Они ведь предвидели это и предлагали решение, и не в теории, а на практике. В этот момент они соберутся. У меня есть надежда, что все эти, включая Пашиняна, не смогли лишить полностью народ инстинкта самосохранения. Армянская нация, благодаря инстинкту самосохранения, станет серьезной политической единицей, посредством которой Запад прочерчит выгодную ему архитектуру в нашем регионе. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.